Привет! Сегодня давайте поговорим про не совсем аквариумную рыбку. Эту добрую красоту конечно можно содержать в аквариуме, но небольшой пруд для нее все же предпочтительнее. Я говорю про карпа Кои. Его еще называют парчевый карп или японский карп Кои. Кстати, в Японии считают, что эти рыбки приносят в дом счастье. Я думаю это стоит взять на заметку. Может они не только японцам счастье приносят. Итак, начнем. В природе карп Кои не встречается. Он выведен при помощи селекции человеком из-под вида сазана. Всего существует около 80 пород, разделенных на 16 групп. По цене самые дорогие карпы могут стоить до нескольких тысяч долларов. С чего и как началась история карпа Кои. А началась история парчевого карпа около двух с половиной тысяч лет назад, когда его предков завезли в Китай. Там они выращивались в прудах для употребления в пищу. Однако не все карпы попадали на сковородку. Некоторым везло из-за нестандартной расцветки, которая иногда проявлялась в потомстве. Таких рыб берегли и разводили отдельно для содержания в прудах для красоты. И обычно такая цветастая рыба была доступна только очень богатым людям. Постепенно появлялось все больше и больше расцветок. Большой вклад в селекцию карпа Кои внесли японцы. К ним эта рыбка попала в 14 веке. Предполагают, что рыбу завезли переселенцы из Китая. Они же первые и занимались в Японии разведением и селекцией карпа Кои. С тех пор он стал безумно популярен и в стране восходящего солнца. Там же в Японии прошла и первая в мире выставка карпа Кои. Выставка Тайсё прошла в Токио в 1914 году. Эта выставка подняла популярность карпа Кои еще выше уже во всем мире. Выглядит карп мощно. Крупная голова и плотное тело. Расцветка разнообразна, насыщена и отличается от природной, как небо от земли. У рыбки, кроме окрас, есть еще одна примечательная особенность. Это усы. У взрослых рыб эти усы похожи на усы мудрых древних старцев. Как я уже сказал, расцветка очень разнообразна. Основные цвета красный, белый, золотой и черный. Рыбы могут быть как одноцветными, так и с пятнами, крупными или мелкими. Самый распространенный окрас, белое тело с красными или оранжевыми пятнами. Самые ценные карпы Кои имеют плотное, без изъянов, тело. Плавники должны быть идеальны, как и чешуя. Если есть пятна, то они должны быть четко очерчены и не размазаны. Также оценивается и поведение рыбы. Рыба должна быть спокойной и не бояться людей. Плавать идеальная рыба должна ровно и не горбиться. Вырастать эти красавцы могут до метра. Размер сильно зависит от условий содержания и пресков рыбы. Средний размер около 50 сантиметров. При этом масса тела может достигать 5-6 килограмм. Среди карпов есть рекордсмен по росту и весу. Самый большой карп Кои имел длину тела 120 сантиметров и вес 40 килограмм. Прожить эта замечательная рыба может около 40-50 лет в среднем. И в этой категории также есть рекордсмен. Это японский карп Кои, проживший, как утверждают японцы, 226 лет. У карпа было имя. Его звали Ханака. Как определить, кто перед вами, самец или самка? Это возможно при достижении рыбы возраста 2-4 лет и размера 25-30 сантиметров. Самцы помельче и постройнее самок. У самцов грудные плавники острее, а перед нерестом у самцов на жаберных крышках появляются бугорки, похожие на манку. Температура воды подходит от 15 до 35 градусов. Лучше придерживаться нижнего порога температуры. А на время зимовки температура от 3-4 градусов. Кислотность воды 7-7,5. Жесткость от 4 до 7. Насыщенность кислородом 4-5 миллиграмм на литр. Теперь про водоем, необходимый для содержания карпа Кои. Если решили содержать в аквариуме, то крайне желателен водоем от 500 литров. Исходите из того, что на 1 сантиметр рыбы желательно иметь не менее 5 литров воды. В меньшем объеме воды карпы могут развиваться неправильно и иметь различные отклонения в форме тела и плавников. При этом такую испорченную рыбу уже не исправить, даже пересадив более крупный водоем. Грунт любой, без острых грани. Если ставите декорации, то закрепляйте их надежно. Рыба мощная и может уронить что угодно. Растения скорее всего в аквариуме не приживутся, если только жестколистные. Главное, что должно быть в аквариуме, это мощная система фильтрации и аэрации. От этих красавцев бывает очень много отходов. Раз в неделю необходимо подменивать до 30% воды на свежую, еще лучше организовать протоку. Очень желательно установить в аквариум аквариумный ультрафиолетовый стерилизатор для дезинфекции воды. Освещение должно быть ярким. Световой день около 12 часов. Та как раз будет насыщеннее и ярче. Но лучше всего эта рыба подходит для пруда. Рекомендуемый размер пруда 3 на 3 метра и глубиной не менее полутора метров. Глубину пруда стоит уточнять исходя из того, на какую глубину промерзают реки в тех местах, где вы проживаете. Пруд не должен промерзать до самого дна. Глубину промерзания воды можно узнать, например, у рыбаков. Тех, кто ходит на зимнюю рыбалку. Они бурят лед своими чудо-бурами и про толщину этого самого льда знают все. Пруд лучше расположить в спокойном месте, желательно, чтобы в него попадали солнечные лучи. Пруд сооружают или из бетона, или из мягкой гидроизоляции. На дне пруда не должно быть ничего с острыми гранями. Если сажаете растения, то их корневую систему закрепить, обложив камнями, иначе карпики их могут поддергать. Из растений подходят осока, стрелолисты, кубышки и кувшинки, например. Как и при содержании в аквариуме, незабываем о фильтрации и продувке воздухом, особенно если рыбы очень много. Также аэрация вам понадобится в жаркую погоду и при зимовке рыбы в пруду. Фильтрацию воды можно организовать при помощи вспомогательного водоема. Поговорим про зимовку. Если водоем позволяет, то карпов можно оставить зимовать в нем. Опять же уточните, насколько обычно промерзают реки в вашей местности. Для надежности необходимо устроить в пруду с карпами глубокое местечко не мельче двух метров. Место должно быть просторным, чтобы свободно поместили все карпы. Перед тем, как отправить рыб зимовать, пруд необходимо очистить от отходов и различного мусора типа опавших листьев. Иначе все это дело начнет загнивать и отбирать у карпов так необходимый им кислород. Необходимо устроить полынью и продувку воздухом, чтобы не было замора рыбы. Без продувки рыбы очень быстро израсходуют весь кислород и просто задохнуться. Воздух от компрессора будет подниматься вверх и полынья не будет замерзать. Если компрессора нет, то придется самому хозяину водоема поддерживать полынью в живом виде, чтобы она не замерзала. Ну компрессор конечно лучше. Если нет возможности оставить рыб зимовать в пруду, то их необходимо выловить и пересадить в домашний аквариум. О величине такого аквариума было сказано выше. Обязательно учитывайте размер ваших кои и не забывайте про продувку и фильтрацию воды. Про поведение. Рыбки весьма дружелюбные, быстро привыкают к хозяину и могут есть прямо с рук. Характер отдельных особей может немного различаться. Некоторые экземпляры даже поддаются дрессировке. Карпы кои обычно ничего не боятся и весьма доверчивы. Видимо сказывается долгое проживание рядом с человеком не в качестве еды. Эта доверчивость и даже наивность могут сильно повредить карпам живущим в пруду. Они могут стать легкой жертвой для птиц и животных. Поэтому стоит за ними приглядывать и сделать так, чтобы береговая живность имела как можно меньше доступа к водоему с карпами кои. От хищников с воздуха могут защитить береговые насаждения, а от береговой живности может спасти крутой берег. Нужно сделать так, чтобы не было мелководия, по которому например к рыбе может подобраться к коту. Соседи карпы кои лучше никого не сажать. Они одни украсят любой водоем. Если уж надумали кого-то подсадить, то позаботьтесь о том, чтобы рыба не была мелкой. Все, что влезет в роб, карп кои обязательно слопает. Можно например подсадить золотых рыбок, не имеющих вуалевых плавников. В аквариуме можно посадить соседей крупных самов. Рыба всеядна и любит разнообразный рацион. Любит пищу животного и растительного происхождения. Отлично поедает червей, насекомых, вареных креветок, овощи и фрукты. Хорошо поедают и искусственные корма, сделанные специально для прудовых рыб и непосредственно для карпов кои. Карпы кои могут есть непрерывно и склонны к перееданию, что может повредить их здоровью. Поэтому корм лучше давать понемногу и почаще. Одно кормление должно продолжаться не более 8-10 минут. Кормить лучше 2-3 раза в день. Разводят карпов кои обычно в прудах или больших промышленных аквариумах. В домашних аквариумах разведение практически невозможно. По крайней мере очень сложно создать условия. Нереститься карпы кои начинают в конце весны. Для нереста лучше выделить отдельный водоем, куда сажают 2-3 самцов на одну самку. В нерестовом водоеме делают частые подмены воды, а производители обеспечивают белковым кормом. После нереста родителей обязательно убирают, иначе они слопают икру. Можно также выловить икру и поместить ее в отдельный водоем с хорошей продувкой воздухом. Малькам необходимо много кислорода, иначе они могут погибнуть. Личинки появляются дней через 7, а через 2-3 дня они поплывут и начнут искать корм. Первые корма инфузории, артемия, дафния, циклопы, спирулина. Можно выкормить спецкормами для мальков и кромечущих рыб. Постепенно, по мере роста, мальков переводят на корма покрупнее. На этом про карпа кои все. Здоровья вам и вашим любимым питомцам. Пока и до новых встреч на канале.